всем привет меня зовут Юлия добро пожаловать на мой канал о вязании сегодня я хочу в отдельном видео специально выделила это видео в отдельное сделать обзор джутовых изделий и джутовых ниток джутовых канатов начну с того что я покупала джут как в магазине официальном так и на алиэкспресс заказывала по качеству они практически я бы сказала одинаковое цвет отличается но мне они понравились этот этот вариант вот покажу вам вариант который я заказывала на алиэкспресс приходит ниточки вот в таком виде все аккуратно упаковано но есть одно небольшое но того заявленного метража который написан совершенно нет я не помню сколько здесь было написано по моему по 100 метров вода по 100 и мне нужно было 600 да все правильно здесь было заявлено 100 метров но явно здесь этого нет вот ниточка которую я уже пользовалась здесь 250 ну вы видите я наверное половину уже может быть чуть меньше использовала но по идее они должны были бы быть идентичны но к сожалению нет но тем не менее нитка даже с алиэкспресс достаточно хорошо себя зарекомендовала салфетку я одну уже связала шелестящую такую вот как выглядит ниточка достаточно неплохая конечно же вот такие мусорные скажем так детали появляются как в этой нитке такие в другой я вначале когда только начала работаю с жутом я думала что это мне какой-то попался бракованный я вот эти все все штуки когда вязала корзину вытаскивала и потеряла очень много времени на это все но тем не менее я поняла что это такое такое качество во всех ниточках поэтому я уже не стала дальше тратить время конечно же вытаскивают только самые такие явные вот так выглядит нитка из алиэкспресс и вот так выглядит нитка которую я покупала в магазине эта нитка намного пушистей и сейчас перейдем ко всем нюансам которые вас ждут если вы хотите начать работать с чутом прежде всего хочу сказать что с чутом работать очень сложно то есть будьте готовы к тому что у вас появятся мозоли на руках у меня вы здесь они немножко уже сошли но рука болела очень сильно также если вы будете вязать корзины которая не складывается достаточно плотная вы постоянно держите руки на весу и также руки очень устают то есть это не зависит от качества нитки они все все нитки они тяжелые джутовая в работе второй минус который я могу назвать это то что нитка очень пылит невероятно пылит вот вы видите да сколько уже вот я с вами разговариваю с нее облетает вот этот пух так называемый не знаю может быть мне конечно же попалки из такие нитки других я пока не нашла к сожалению выбор не очень большой я могу сказать что единственное что меня спасало это то что я вязала все изделия практически на балконе на свежем воздухе это хоть как-то легче переносится потому что в квартире плюс ко всему что очень грязно становится это я подкладывала даже там разная покрывала чтобы это все не летела вокруг меня но также самое главное это то что очень тяжело дышать вы дышите этим всем так что на балконе если у вас есть возможность работать с джутом на открытом воздухе это огромнейший плюс это наверное может быть и самое два таких больших минуса по работе с джутом и я вспомнила да еще один есть но сейчас мы к нему перейдем сейчас вам покажу что я связала вот с этой нитки более толстой это вот такие две сумки я их показывала вам уже предыдущем видео обзоре эта сумка корзина которую я уже очень очень полюбила вообще себе не представляю как я буду зимой ходить без таких сумочек очень жалко конечно же что я нашла такую идею себе и вспомнила о своем хобби уже практически второй половине лета эту сумку я связала в две нитки вот таких толстых крючок я брала по моему номер восемь и вот именно эта нитка отлично смотрится в таком изделии но я не уплотняла дополнительным канатом ничего не делала вот видите как красивенько все смотрится и хорошо держит форму эта сумочка связана в две нитки как вы видите так а вот эту я вязала в одну ниточку здесь только в две нитки я связала дно вот так его укрепила здесь овальное дно у меня получилось как я и задумывала а в этой сумочке у меня квадратное дно прямоугольное почему квадратное не знаю вот такое дно у корзинки и у этой сумочки шопера вот так это получается эта сумка связана в одну ниточку она намного меньше и плотнее держит форму но тем не менее вот так она отлично выглядит она более мягкая вот видите да она здесь вообще очень мягенькая а это поплотнее мне больше нравится как по мне вот такая плотная очень классно выглядит могу вам сказать что даже в готовом изделии сумки пылят очень сильно я их уже и пылесосила я их уже что я с ними только не делала но все равно пух вот этот я бы не сказала что это пух он достаточно плотный такой он все равно образуется стирать я эти изделия еще не стирала дальше я вам покажу то что я уже стирала и что какие изменения происходят с изделием после стирки запах у джута кстати вот у джута есть такой специфический немножко запах я думаю что после стирки он выветривается но я пока не спешу стирая свои изделия они у меня долгое время висели на балконе то что они практически уже выветрились и вот еще перехожу плавно к еще одному минусу который я нашла в джуте это то что он очень плотный он очень жесткий и и желательно такие сумки не носить на футболках на хлопковых каких-то таких изделиях потому что джут очень портит кофточки они начинают скатываться они начинают деформироваться от на том месте где вы носите сумочку поэтому не рекомендую носить именно вот такие джутовые сумки на плече к сожалению либо же если вы хотите носить на плече то тогда лучше одевать что-то более такое шелковистое из одежды либо же на курточку она классно также ведет себя так что вот это еще один минус который я могу назвать с уверенностью так и теперь еще вам покажу одну одно изделие которое я связала ниткой из алиэкспресс это вот такая салфетка и она связана в одинарную ниточку здесь я думаю миллиметра наверное два нитка потому что я уже не знаю я не могу уверенно вам сказать потому что но тем данным которые написаны были по этой нитке они не совпадают полностью с тем что я получила салфетка очень классная вот она выглядит намного грубее и плотнее чем есть на самом деле связана она как я уже сказала в одну ниточку я вязала ее достаточно тонким крючком по моему три миллиметра вязалась эта салфетка очень сложно ну что плюс ко всему что нитка сама по себе плотно и жестко маленький размер крючка я специально взяла потому что я хотела чтобы это чтобы салфетка была плотная без каких-либо дырочек узоров видите да я никакие узоры здесь не использовала и плюс ко всему у меня плотное связание очень такая очень очень плотно я вижу поэтому вязать мне было очень сложно но тем не менее мне очень понравился результат мне нужно еще и и конечно же прогладить но я вам хотела показать именно как выглядит изделие после того как вы его постираете она становится намного мягче вот сумка которая выполнена также в одну нить но она намного плотнее я думаю что все изделия которые вы постираете после вязания из джута они богу будут намного мягче поэтому я пока и не спешу стирать потому что мне больше нравится когда изделие именно сумки держат свою форму когда вы намачиваете джут я наверное также сниму отдельное видео покажу наглядно как я ухаживаю за джутом он становится очень твердым я ну плотным таким настолько что я испугалась я думала что салфетка потеряет свою форму что она села и уменьшилась в размере но когда вы полностью дождете чтобы изделие высохла именно полностью она становится просто невероятно классно вот так выглядит салфетка вторую салфетку я буду начинать вязать вот буквально уже на днях вместе с вами мы я пошагово буду с вами вязать покажу вам как добиться вот такого ровного результата потому что прибавки здесь делаются достаточно специфическим способом рисунок мне этот больше всего нравится это классический и под всю косичку и я не захотела делать никакие узоры потому что они выглядят как по мне нелепо на такой плотной нитке поэтому вот такую классику я предпочитаю и буду рекомендовать вам к вязанию так что вот такие мои замечания мои наблюдения по поводу работы и поведению всех изделий в практике так что рекомендую все-таки принять во внимание и быть готовым к таким вот всем нюансам которые вы можете встретить на своем пути при работе с джутом а так в принципе ниточка очень классно цвет очень приятный такой и я думаю что вам понравится также работать с этой ниткой все спасибо за ваш просмотр если какие-то будут у вас вопросы оставляйте их в описании под видео либо же в комментариях буду с удовольствием отвечать на них всем пока пока пока